Всем привет, с вами Марти, и сегодня на обзоре очередной рюкзак. В этот раз это боевой ранец бета на 35 литров от российской компании Anna Tactical. Это уже второй обзор рюкзаков от компании Anna Tactical. Первый обзор был на однодневный рюкзак Gamma, можете посмотреть его по ссылке на вашем экране. Ну а в этот раз рюкзак у нас трехдневный. И первое, что я подумал, когда взял его впервые в руки, знаете, какого черта он такой тяжелый? Он весит пустым 2 килограмма. Это как-то, на мой взгляд, ненормально для рюкзаков такого малого объема, всего 35 литров. Но этому есть логическое объяснение. По всей спине есть жесткая пластиковая пластинка. Поэтому рюкзак держит форму, даже если он пустой. Рюкзак отлично сидит на спине, даже если он заполнен не полностью. То есть он не будет висеть, как вещевой мешок, что типично для рюкзаков подобного объема, когда они не полностью забиты, а будет держать свою форму. И даже если вы положите в него что-то жесткое, оно не будет давить вам на спину благодаря этой пластине. В подвесной системе, на мой взгляд, нет ничего необычного. Лямки толстые, плотные, анатомической формы, покрыты крупной сеткой. Крепятся к рюкзаку при помощи строп. Они пришиты в двух точках. Вроде крепко держатся, прошито хорошо. На спине три больших подушки и каналы для лучшей циркуляции воздуха. Как бы для того, что у вас спина не подсела, вроде должно помогать. На поясе у нас также мягкие подушки. И с обратной стороны у нас стропы молли для крепления дополнительных подсумков. Например, можете закрепить аптечку, утилитарный подсумок или даже подсумки под магазины. То есть то, что вам необходимо в быстром доступе. Потому что с таким рюкзаком вы обычно не носите тактический пояс. Можете такую альтернативу найти в виде пояса рюкзака. Он легко регулируется. Крупный фастекс. Есть также на лямках нагрудная стропа. И с ней тот же косяк, который был в предыдущем обзоре у рюкзака Гамма. Ширина стропы больше, чем ширина фастекса. Из-за этого он заминается. И это немного мешает регулировке. Она не такая быстрая. И к тому же сама стропа довольно короткая. Мне она впритык. Для человека большего размера, чем я, она может быть совсем короткая. Вы можете, конечно, ее переставлять. Будет удобнее. Но я рекомендую производителю сантиметров на пять сделать ее подлиннее. И хорошо бы еще подпружинить ее резинкой, как обычно делается на таких продвинутых моделях в рюкзаках. Также на спине есть большой карман на молнии. Он предназначен для размещения питьевой системы, либо бронепластины, если вы не носите бронежилеты или плейткарьер, но хотите, чтобы со стороны спины вы были защищены от пуль и осколков. В нем также большой карман на велкро с клапаном по всей длине. И есть петля и стропа с велкро для крепления питьевой системы, чтобы она у вас внутри не болталась. Лицевая часть рюкзака покрыта стропами молли для крепления дополнительных подсумков. Также у нас есть полоски велкро для крепления шевронов и патчей. Стропы молли также есть по бокам и на дне, но тут они скорее для крепления коврика, либо палатки, либо спального мешка при помощи дополнительных строп, либо жгута. В верхней части, около эвакуационной стропы, у нас есть два клапана на велкро. Они служат для выведения наружу шланга питьевой системы, либо гарнитуры рации. По бокам у нас стропы утяжки на фастексе, сверху и снизу. Рассмотрим более подробно все карманы и отделения. На лицевой части у нас малый карман на молнии. Малый он называется условно, потому что объем его довольно большой, по всей площади верхнего отделения, но он самый маленький из всех трех основных карманов. Хочу отметить, что молнии очень хорошего качества, работают хорошо, собачка ходит легко и все они прикрыты материалом. Кстати, по поводу материала, мне кажется, что это Cordura 500D, к сожалению, на рюкзаке не указано, какой материал именно используется. Но у предыдущей модели, гамма, был материал именно Cordura 500D, и вроде они похожи. Далее у нас идет среднее отделение. В нем у нас несколько дополнительных отделений под карту, под планшет, какие-то принадлежности типа блокнота, крепление под рацию, под телефон и ручки. В общем, такой органайзер. И основное отделение. Очень большой объем, большая часть рюкзака уходит в это отделение. В верхней части у нас сетчатый карман на молнии. В основном отделении находится небольшой карман, в котором есть резинка-утяжка, для того, чтобы у вас не вылетели какие-то принадлежности более мелкие, которые вы хотите хранить отдельно. И есть еще один дополнительный карман с клапаном на Velcro, в котором находится та самая пластина, которая является каркасом для этого рюкзака. Причем ее вы можете при необходимости вынуть или вынуть дополнительные алюминиевые рамки, которые находятся и придают жесткости рюкзаку, и поставить сюда бронепластину или просто здесь рядом с ней эту бронепластину разместить на ваше усмотрение. В целом мне рюкзак понравился, как и предыдущий рюкзак гамма от компании Anno Tactical. За свои деньги вполне неплохо, есть мелкие косяки, типа стропы нагрудные, которые шире, чем Fastex, кое-где торчат нитки, но своих денег однозначно этот рюкзак стоит, так что могу рекомендовать. Если вас заинтересовала ранец бета или другая продукция компании Anno Tactical, ссылка, как обычно, в описании к видео, но меня поддержите лайком, подписывайтесь на канал, не забывайте, что в описании много других полезных ссылок и используйте удобное снаряжение. Субтитры сделал DimaTorzok